всем привет в этом видео я доделаю ускорение немножко для программы и про видимую часть пространства тоже немножко расскажу скорее всего следующий урок я сделаю по си плюс плюс на си плюс что-нибудь напишу а в этом вот такая тематика так немножко вспомню на чем я остановился так остановился я на том что рисовал текстурирование сделал однопроходное и здесь были некоторые моменты например во время загрузки текстуры я использовал стандартная лазарусовская вот эту команду для работы с пикселями на экране она очень медленно но она кросс платформе на также для вывода изображения на экран я использовал тоже эту же самую команду вот она по пиксель на это же соответственно медленно все работает поэтому прежде чем приступить к написанию кода по отсечению невидимых частей изображения я вот это хочу ускорить чтобы не приходилось ждать как бы долго вот то есть если я сейчас нажму старт то сперва картинки вообще не будет потому что будет по пиксель на сканироваться текстура ну а потом уже само изображение тоже медленно отрисовывается то есть вот видно что все достаточно не так быстро работает и грузит порядочно систему сейчас я это исправлю и буду рассказывать как сделать отсечение краев кроме того я исходник буду выкладывать в двух экземплярах получается в одном будет вот так же как сейчас то есть используя стандартные средства это будет работать на любой платформе и на линуксе и на маке то есть на любой платформе а вот второй вариант будет для windows он просто будет пошустрее как в принципе один и тот же код потому что как бы для того чтобы ускорить допустим на другой платформе надо будет использовать несколько другие другую как бы другую конфигурацию но сейчас я просто быстренько ускорю программу для этого я воспользуюсь кодом которые уже говорил в прошлом видео вот он вот вот тут находится у меня плейлисте как создать игру первое видео знаете такое это там есть ссылка вот она на гитхаб и я просто скопирую оттуда небольшой компонент я его в этом виде как раз про него рассказываю и неплохо было бы его переписать этот компонент сделать его кроссплатформенном наверное в будущем сделаю как бы доработанную исправленную редакцию ну и просто я его помещу где-нибудь вот здесь между константами и программой как раз у него здесь так вот это надо будет убрать как раз у него здесь тоже свои константы есть массив с пикселями в котором рисуется картинка ну и сам вот этот компонент соответственно тоже так теперь я просто возьму этот компонент и встрою его к себе в экран вот у меня структура с экраном в нем есть картинка хранится вот в таком массивчике соответственно назову как-нибудь имиджа и сразу в конструкторе буду его инициализировать создавать и в деструкторе освобождать соответственно теперь силы этот компонент у меня есть и также он мне потребуется при загрузке текстуры поэтому я вот здесь тоже объявлю и вкратце опишу наверно сразу как с ним работать хотя там у меня в видео уже должно все быть рассказано здесь я его создаю здесь я его освобождать буду это для загрузки текстуры вот у меня цикл и я попиксельно читаю текстуру с экрана вот в массив с текстурами пока только одна текстура использую поэтому в первую текстуру теперь я буду читать не с экрана вот с компонента имидж 2 а я сперва буду читать прям всю картинку целиком в этот компонент для этого у него есть функция ред канва вот она и в нее буду читать соответственно картинку которая хранит текстуру и читать я буду именно с пикчерс вот пиктуры битмап . по-моему здесь канвас да вот так и и и теперь я смогу когда он читает изображение скану это он сразу берет все параметры которые есть внутри этого компонента то есть у него и ширина и высота и разная еще разная там информация дополнительно это платформа зависимая и соответственно я теперь смогу читать уже не из имидж один канвас а читать из своего компонента так для этого есть ряд пиксель команда там вот она и соответственно так ряд пиксель я написал так текстуры читается и для прорисовки тоже такую штуку буду использовать вот сначала я буду соединять этот компонент экранный с с картинкой то есть это через букву и получается и . пиктура в принципе канвас просто напишу тоже разные как бы здесь есть характеристики и выводить на экран другой команды вот она в запись изображение на экран и соответственно здесь я уже буду записывать в свой компонент в р-пиксель те же самые координаты x y и цвета что ж попробую запустить и посмотреть что получится а ну да и платформа вот этот тип это находится в библиотеке windows по моему что ж попробую запустить видимо текстура не читается секундочку попробую два раза иногда нас бои там сперва нужно заполнить информацию но дальнейшем потом надо будет с этим разобраться будет тоже то есть вот стала работать гораздо быстрее ничего не притормаживает ну и теперь соответственно я отодвину картинку немножко и чуть-чуть помедленнее сделаю потому что очень быстро бегает картинка и не видно что происходит на экране вот так помедленнее лучше и здесь видно что вроде бы все нормально работать но если вот эта картинка попадет на за край экрана то картинка не сможет нарисоваться потому что левая полоска растер его не будет видно сейчас я продемонстрирую то есть вот видно когда подходит краю изображение то образуется такая как бы прозрачная область и вот чтобы такого не происходило нужно плоскость правильно отсекать и кроме того здесь еще я вижу что какая-то пол полоска вот такая она не должна быть сейчас вот блин паузу надо сделать в программе так сделаю я кнопку паузы иначе неудобно будет объяснять так и назову ее тогда пауза 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 когда я нажимаю пусть ну некую переменную на виду пауза равно вот пауза то есть она просто инвертируется и все и где у меня переменные описаны всякие куда-нибудь ее поместить так 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 ну в принципе вот здесь можно и в цикле прорисовки вот он цикл прорисовки если не пауза вот так вот и вот так вот и сейчас проверю вот то есть да теперь пауза работ вот это вот полоска она не должна быть в программе и вот здесь тоже видно вот она проходит здесь так но начну с того что подправлю все таки эту кнопочку с паузой вот это полосочка видимо получается из-за того что когда я вношу растры изображения в растры изображения вот здесь вот она добавление списка векторов то попадают вектора нулевой длины а такие вектора не должны попадать в систему больше нуля вот теперь по моему уже нет такого эффекта до сейчас их нету все все нормально вот и образуются вот такие как бы пустоты вот видно чтобы они не образовывались для этого нужно сделать от сечения то есть сейчас я объясню например у вас есть экран здесь фокусное расстояние вот такой угол обзора в данном случае я рассматривал следующий вариант что вот эта ось даль это фокусное расстояние вот здесь расположена нулевая точка по осям соответственно вот эта ось получается это ось x это получается ось z и например когда рисуется изображение и и одна точка находится здесь а другая здесь нужно вот эту точку заменять вот на эту точку грубо говоря на самом деле там чуть посложнее но я сейчас простой способ сделал просто буду заменять вот эту точку на эту точку для этого мне нужно найти место пересечения двух точек то есть вот . . б 2 прямых вернее и . 0 x 0 y минус фокусное расстояние до некой вот этой точке которая находится где-то вдалеке ее можно получить путем нахождение соотношения между максимальным иксом экрана то есть ширина экрана я беру максимальную максимальную ширину экрана по x то есть вот это расстояние делю его на фокусное расстояние вот она получаю соотношение этих сторон и теперь беру какое-то удаление любое произвольное например там 10000 и умножаю его вот на это соотношение на некая к коэффициент соответственно получая координаты этой точки и мне нужно от точки 00 минус фокусное расстояние воду этой точки найти точку пересечения вот с этими с этой прямой а и b работая с координатами x и z потом то же самое сделать для координат y и z ту же самую операцию только использует там не max x а max y уже соответственно мне нужно найти просто написать форму какую-то для нахождения пересечения координат но я сейчас не буду эту форму выводить я ее возьму где-нибудь в гугле например так и . . пересечения прямых программа так найти точки пересечения прямых да вот на эту тему много как бы написано всего если кому-то интересно можете в гугле посмотреть а мне нужно именно уже готовенько и чё-нибудь так вот какая-то программа так пересекаются ли то есть вот это значит определяет пересекаются ли две прямые и если они пересекаются то выводит координаты координаты точки пересечения не стыдно чего-то не знать стыдно не стремится к знаниям интересно но в принципе вот это подойдет сейчас я это все тогда скопирую ну и помещу где-нибудь этот код сейчас секунду чего-то у меня микрофон блин барахлит вообще так после описания типа в день где универсальные функции вот они у меня сюда помещу и посмотрю как все это работает на английском все написано так это видимо находит расстояние между двумя точками расстояние но я буду сейчас работать с координатами какими z наверно ну ладно хорошо пусть будет x и z с координатой x и мне нужно использовать свой собственный тип для координат как-то так теперь следующий здесь тоже я буду использовать свой собственный тип данных x и z то здесь я у меня будет вместо y будет z везде z здесь z здесь long imp здесь tp 3d то есть у меня трехмерный координат а здесь двухмерный используется и вместо y я везде z напишу на самом деле разницы здесь нет ну икс можно было x заменить на за это y на x так x я оставляю y заменяю на z это будет работать с координатой так и Продолжение следует... Так, и здесь тоже тогда Z нужно написать. Что ж, тут кажется все. Осталось только проверить, что я все правильно написал. Ну да, видимо правильно, потому что здесь больше нет таких. Здесь я пишу .x, .x, .x. Попробую компилировать .x, .x, .x. А, здесь нужно округлять. Использовал с плавающей точкой результат выводил, а здесь будет выводить целочисленный. Все. Это что касается для работы по оси X. И, соответственно, здесь она будет возвращать обработанную 3D координату в пространстве. А так как я использую 3D, а не 2D, то мне нужно будет сюда как-то передавать координату input y. Чтобы она не потерялась. В результат. Ну, то есть она остается без изменений, эта координата. Кажется все. Это что касается по оси X. Ну, в принципе, достаточно. Теперь я напишу, пока только я опишу по X, то есть X, Z, а потом по Y, потом я уже по Y тоже пропишу. Теперь мне нужна функция, в которую я смогу передавать, соответственно, вот эти две координаты. И она мне будет говорить о том, переделывать их. То есть я, например, возвращаю B и A, а она мне возвращает уже координату B, подправленную. И A без изменений, потому что она в зоне видимости находится. Назову как-нибудь эту функцию. Ну, пусть даже это будет процедура. Потому что мне надо будет две точки корректировать. коррект X в плоскости X или как это, что-то типа того. Так, передаю две перемен, точка 1, точка 2 и возвращает мне S и End. То есть вот это будут возвращаемые, уже обработанные значения, а это, которые я отправляю внутрь этой процедуры. Так, мне потребуется внутри тоже, может быть, какие-то переменные. Так, ну, начну я, наверное, с проверки пересечения вот этой прямой. То есть у меня это получается T1, T2 теперь называется. Пересечение этой точки, этих двух точек с экраном. То есть если они пересекаются с экраном, то мне нужно просто взять точку на экране. Например, если бы это была вот такая прямая. Здесь T1, а здесь T2. Блин, сейчас нормально нарисую заново. Вот экран, это фокусное расстояние, это область видимости. И начну я вот с такого случая, когда вот так расположены точки. Здесь T1, здесь T2. Вот. И начну описывать сразу. Я могу описать экран как линию, которая начинается от... Ну, не забываем, что здесь ось X, а здесь ось Z. Я могу описать экран как прямую от минус экран X до плюс экран X. При этом координата Z равна нулю здесь, потому что центр. А, соответственно, Z равно нулю, Y тоже я прописываю там ноль. Так, пишу. Если... Соответственно, здесь указываю. Проверяю функции для проверки. Описываю точку. Так, у меня... Я точку не могу описать. Мне нужна будет функция D3 TP3D Просто будет создавать из записи вот такую структуру, потому что иначе мне неудобно будет заполнять эту структуру. Input X, Input Y, Input Z. Что-то типа вот этого. И сюда возвращает значение Так, теперь я могу описать экран от минус максимальная экранная x, y не участвует, ноль, и здесь по z тоже ноль. До точки плюс максимальная экранная x, ноль, ноль. Это я описываю вот этот экран. И теперь мне нужно просто взять расстояние, подставить две точки, которые я проверяю на пересечении с экраном. t1, t2. И если пересекается с экраном прямая, то я проверяю. Если точка 1, точка z оказалась меньше, точка 2, точка z, то есть я же должен записать как бы вот эту координату либо в эту точку, либо в эту точку. Но я буду записывать в ту, которая имеет z меньше. То есть если t1z оказалось меньше t2z, тогда я записываю s1, я так напишу, временно сюда. Иначе я буду портить вот эти координаты, они мне пригодятся. То есть в дальнейшем s1, s2 это будет то же самое, что и вот это. Просто, чтобы их не затирать, я буду записывать вот сюда. То есть если пересекается, то я уже вычисляю координаты, соответственно, точки пересечения. И чтобы не потерялась координата y, я ее, так здесь t2 должна быть, координату y, я передаю от точки 1. Скорее всего, что-то типа того. В противном случае во вторую точку. То есть если вторая точка, то есть если наоборот не такая запись, а вот такая, t2, t1, соответственно. То есть если наоборот, то в обратную сторону записывать. t2. Вот так. Это что касается пересечения экрана. Теперь нужно пересечение вот с этой плоскости высчитать. Для этого я беру, значит, по x, по x, по x получается 0, а вот по z минус фокусное расстояние. Вот оно. Мне нужно вот эту точку описать. Так, здесь я запишу 0, здесь я напишу минус фокус. и до здесь 0, некую точку на большом расстоянии, допустим, на 10000. И так как я работаю сейчас с x, то мне нужно 10000 умножить на некий коэффициент и округлить. И пусть это будет минус с минусом. То есть здесь это двигается в минусовую сторону x, здесь минус x, а здесь плюс x. Соответственно, мне нужен коэффициент. Коэффициент равен ширину экрана, деленную на фокусное расстояние. И перемножив потом на удаление некое, вот я 10000 написал, я смогу вычислить вот эту точку. Так, нужно некую k, пусть она будет real. Соответственно, здесь напишу так. k равно max экрана x делить на фокус. И теперь я это могу умножить и получить нужное расстояние. И теперь если точка 1x оказалась меньше точка 2x. А, нет, я уже здесь не с точками работаю, а с s. То есть с преобразованными координатами. Если они были преобразованы. То есть я по умолчанию им присваиваю какие-то значения сразу. t1, t2. Так, на всякий случай. Что ж. Если s1x оказалось меньше s2x, тогда я s1 равно здесь. s1, s2, s1, s2. Да, вот приблизительно как-то так это должно работать. Ну и соответственно осталось теперь просчитать. вот пересечение с этой осью, которой x плюс в плюсовую сторону. То есть здесь просто минус не нужен. А, нет, 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 нет. Мне же нужно, я вот тут не переписал. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но здесь без минуса будет уже. x без минуса, то есть в другую сторону, в противоположную. И наоборот, если s1 оказалось больше s2, тогда оно перезаписывается. s1, s2, s1, s2. Так. Все. Да. Жуть. Вот. В общем-то для коррекции по иксу эта функция. коррекция. Теперь нужно сделать то же самое, только по y. это по иксу работает коррекция. Просто скопирует и все. И вместо икса везде напишу просто y. Иксу. Так. Иксу работает. Продолжение следует... Здесь тогда нужно писать Y, а здесь X, X и здесь тоже X. И теперь просто проверю с помощью поиска. Точка X. Да, все. Теперь последняя функция. Вот эта вот. Max экран Y. Здесь Y. 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 Да, их нужно придется переставить местами, потому что Y вот с этой стороны идет. Так. Блин, и здесь тоже. И передавать буду туда. Да, X. Вот так. То есть, то же самое получается, только вместо X здесь уже Y. Да, и здесь. И здесь. И здесь. И здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Здесь... Не указан тип... TP3D... И нету... Возврата значения... С и Е... То есть... Возвращаемые значения... Это... Вот эти две точки... Которые будут возвращаться... После коррекции... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Все... Ошибок нет... И теперь... Готовы эти две... Функции... Корректирующей... Осталось написать... Одну функцию... Которую будет проверять... Видно ли... Точку на экране... Или не видно... Функцион... По умолчанию... Не видно функцию... Для того... Чтобы узнать... Видно ли точку... На экране... Или не видно... Нужно... Сейчас... Секунду... Достаточно... Для этого... Просто... Взять... Проверяемую... Точку... И провести... Линию... От нее... До... Точки... Фокуса... Если она... Пересекает... Экран... Значит... Точку... Видно... Если она... Не пересекает... Экран... Значит... Точку... Не видно... Соответственно... Я здесь... Пишу... Условие... Если... D3... Экран... От... Минус... Макс... Экрана... Икс... Запятая... Ноль... Запятая... Ноль... До... Плюс... Макс... Экран... Икс... Запятая... Ноль... Это... Я... Описал... Экран... Сам... Экран... Две... Точки... А... Теперь... Я... Описываю... От... Ноль... Ноль... Запятая... Минус... Фокусное... Расстояние... До... Проверяемой... Точки... Если... Это... Пересекается... На... Экране... То... Переходим... К... Следующей... Проверке... По оси... Y... И... Если... В... Это... По оси... Y... Тоже... Пересекается... Тогда... Результат... Равен... Правда... Кроме... Того... Результат... Равен... Правда... Кроме... По этой точке... Расстояние Z... Должно быть... Больше нуля... Потому что... На нулевой оси... Находится экран... И все... Что с этой стороны... Естественно... Не видно... Так... Все... Подготовительное... Все готово... Теперь... Вернусь... К функции... Вырисовки... Плоскости... Вот... Она... И... Буду... Смотреть... Вот... Я рисовал... Линии... Теперь... Мне... Нужно будет... Их... Обрабатывать... Я... Создам... Некую... Промежуточную... Функцию... Мне... Потребуется... Т... 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 Который... Будет... Принимать... Две... Точки... Допустим... А... И... Б... Т... 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 Конвертировать... Обрабатывать... Координаты... Так... Как у меня там... Называлась... Вот... Коррект... Коррекция... корректировать координаты точки а и b а и b и записывать новые координаты старт и энд уже усеченные координаты по иксу и по игреку как так и заодно функция будет проверять бывает такое что когда ни одна из точек как бы не находится в зоне видимости и тогда линию рисовать не надо поэтому я сделал из этого функцию который будет возвращать правда если рисовать если нужно нарисовать данную линию и делать буду проверку если видно точку а или видно точку b тогда линия в любом случае получится результат равен правда так вот здесь что-то как-то неправильно допустим а и b я преобразую а1 b1 а потом а1 b1 преобразую а2 b2 и потом уже возвращаю результат а2 b2 по умолчанию считается что точки не видны так кроме того у меня там теряются текстурные координаты поэтому я укажу сразу что текстурные координаты передам из точки а текстурные координаты передам из точки боя так все теперь если если преобразованные координаты из точки а в точку б с запятая е видны преобразованные координаты соответственно мне нужно рисовать линию из точки с точку е противном случае да что такое противном случае я рисую просто рисую уже из точки б в точку c в точку c в точку д из точки д в точку а так если он дорисует до е то мне уже нужно рисовать не из точки б а из точки е на самом деле вот здесь еще кое-какой там промежуточный есть элемент сейчас нарисую например я рисую отсюда вот сюда выхожу за край а потом рисую отсюда вот сюда и у меня вот здесь получается . е вот она конец а вот здесь по идее должна быть . с но тогда у меня будет уже не не квадрат не плоскость а будет раз два три четыре пять пять точек в этом видео я от этот вариант не буду рассматривать я просто буду рисовать вот от этой точке линию начинать рисовать сразу уже так скажем вот к этой точке в общем упрощенный вариант я не буду создать эти промежуточные точки это отдельное видео надо по на эту тему дел то что на самом деле их может быть очень много таких промежуточных точек в принципе можно сделать так как вот я сейчас скажу и получится более-менее приемлемо тоже а тот вариант я в дальнейшем следующих видео рассмотрю я буду рисовать вот некой последней точки до следующей точки начиная с точки а здесь я получаю конечная точка равна где соответственно я буду следующий раз рисовать от этой точки если не удалось от точки а до точки б нарисовать тогда я указываю последнюю точку . б вот такой вариант я буду рассматривать он как бы попроще это вариант как бы немного попроще для понимания так теперь мне нужно объявить переменные точку с точку е и точку п п п3 п Я не там написал П, вот же, запятая П, запятая П. Так, здесь не описал точки, А1, Б1, А2, запятая, Б2. Что ж, сейчас проверю, как это будет работать. Ну вот, в общем-то, теперь нет вот этих дыр, но есть некоторые искажения текстуры, которые, в принципе, можно будет в дальнейшем исправить. Они связаны с тем, что я грубо просто брал текстуру и не как бы перевычислял ее при вырисовке. Но зато теперь программа как бы не будет зависать при выходе плоскостей за пределы. Так, теперь попробую здесь немножко по-другому сделать. от минус 100 минус 100 до плюс 100. Вот так. В принципе, все работает как бы отлично, ничего не зависает, даже если выходит за края. Но есть некоторые искажения при переходе к краям. Там, на самом деле, есть огромное количество разных методов того, как усекать плоскости по краям. И я это уже опишу в следующих видео. Так, сейчас здесь... Исходник будет под видео. Ну, теперь так вот как бы более-менее наглядно. Если брать вот вообще центр экрана только, а не весь экран выводить, то, в принципе, все эти искажения как бы их даже не будет видно. Но по-хорошему, конечно, хорошо было бы сделать нормальные отсечения. Это я в следующих видео обязательно сделаю. Всем пока. До следующего видео. Так, с правой стороны. Вот. Только до на паузы нажимаю. Вот такая программа получилась. Ссылка на исходник будет под видео. До следующего видео. Тихо на исходник.